Приветствую вас! Сегодня мы отправляемся в захватывающее приключение, чтобы найти одного из самых удивительных обитателей микромира – тихоходок. Вооружившись камерой, пробниками и неутолимой жаждой знаний, мы отправляемся на охоту. Их можно найти в болотах, в лесах и даже на поверхность пхов или шайников. Будем собирать образцы воды и искать следы этих крошечных, но невероятно выносливых существ. Готовы исследовать мир, который скрыт от глаз обычного человека? Тогда давайте начнем наши увлекательные путешествия и узнаем, где прячутся тихоходки и что делают их настоящими супергероями среди микроскопических организмов. Сегодняшний день начинается с раннего утра. В рюкзаке – камеры, пробники и контейнеры для образцов. Мы направляемся в ближайшее болото, где, по словам биологов, тихоходки могут быть найдены в обилии. Эти крошечные существа, не более 1 мм в длину, имеют уникальную способность выживать в самых экстремальных условиях. Давайте же узнаем, как и где их можно найти. Наше первое место для исследования – небольшой парк, окруженный мхом и лишайником. Мы собираем несколько образцов воды и мха, тщательно упаковывая их в контейнеры. Эти образцы станут нашей первой надеждой на обнаружение тихоходок. Под микроскопом мы сможем увидеть, как эти удивительные создания передвигаются и взаимодействуют с окружающей средой. Спойлер – мы их найдем. Перенесемся в лес или в парк, где на влажных стволах деревьев и под листвой можно найти еще больше тихоходок. Эти маленькие выживальщики могут впадать в состояние, называемое криптобиозом, при котором они теряют почти всю воду из своего тела и могут выжить в экстремальных условиях, таких как высокие и низкие температуры, радиация и даже космический вакуум. Интересный факт. Тихоходки были обнаружены в Антарктиде, на дне океана и даже на внешней поверхности Международной космической станции. Это делает их одними из самых выносливых существ на Земле. Они действительно могут выживать без воды в течение десятилетий, а затем при попадании в благоприятные условия восстанавливать свою активность в считанные минуты. Мы продолжаем наше путешествие и обнаруживаем тихоходок на лишайников. Эти крошечные создания могут выдерживать воздействие экстремально высоких и низких температур. Они защищают свои клетки, производя специальные сахара, которые стабилизируют их мембраны и белки, предотвращая повреждения от замораживания или высыхания. И наше приключение заканчивается возвращением в лабораторию, где мы под микроскопом изучаем собранные образцы. Внимательно всматриваясь, мы видим тихоходок, передвигающийся среди мха и лишайников. Эти невероятные существа напоминают крошечных медведей, медленно передвигающиеся своими восьми лапками. Крохотные существа, которых мы сегодня ищем, известны в научной среде как тордеграда. Тип микроскопических беспозвоночных, близкий к челнистоногим. И тихоходки на самом деле совсем не маленькие существа. Тихоходки – это многоклеточные организмы, размер которых доходит до полтора, а иногда даже до трех миллиметров. И при хорошем зрении их вполне можно увидеть даже без микроскопа, невооруженным глазом. Размеры тихоходки, которые являются примерно одного миллиметра относительно рисового зернышка, до пяти миллиметров примерно, это очень даже большой размер среди таких маленьких организмов. Тихоходки на самом деле прозрачные существа. Думаю, все вы видели художественные иллюстрации тихоходок, на которых их покровы выглядят чуть ли не как человеческая кожа. На самом деле тихоходки при наблюдении прозрачные. И через него, через тело тихоходок, отлично видно все внутренние органы. При изучении под микроскопом, даже на относительно малом увеличении, то есть в 100 раз, можно увидеть под кожным покровом все детали внутреннего строения тихоходки. И тихоходки – не самые живучие существа на нашей планете. Это всего лишь миф. Выносливость тихоходок действительно впечатляет. Они могут выжить 30 лет при температуре минус 20 градусов по Цельсию. Также они могут выжить до 2 лет при температуре минус 193 градусов. Могут выдерживать 8 часов при температуре минус 270 градусов. Пережить нагревание до 100 градусов в течение часа. То есть в кипятке они вполне могут выживать. Пережить условия вакуума и сильной радиации. Для многоклеточного организма это действительно очень круто. Но на нашей планете есть существа, которые могут потягаться в выносливости с тихоходками и легко превзойти даже их в определенных условиях. Тихоходки на самом деле не водные животные. В морских и пресноводных водоемах обитает лишь около 10% тихоходок. Основным местом обитания этих существ служат мхи, лишайники и различные древесные субстраты. Поэтому если вы ищете тихоходок для наблюдения, то лучше взять пробу не из лужи, а кусочек мха с дерева. В некоторых странах тихоходку даже называют маховым поросенком. Несмотря на свою фантастическую стойкость к экстремальным условиям, тихоходки вряд ли смогут выжить на других планетах. Их жизненный цикл привязан к земной биологии. Им нужны питательные вещества или остатки органики и нормальный температурный режим для размножения. Без всего этого они будут пребывать в состоянии длительного анабиоза, который все равно закончится гибелью организма. Если мы хотим принести жизнь на другие планеты, то для этого лучше подойдут вышеописанные архиобактерии. Они намного более устойчивы и могут сами создавать питательные вещества, используя энергию химических связей из веществ вокруг. А постоянная смена поколений позволяет им лучше и быстрее адаптироваться к любым условиям среды, в том числе и инопланетным. Их полупрозрачное тело движется со скоростью 2-3 мм в минуту, а дыхательной и кровеносной системы у них нет. Тихоходки могут выжить в условиях, которые для большинства других существ были бы смертельными. Представьте себе, они могут находиться в жидком кислороде при температуре минус 193 градусов по Цельсию в течение 20 месяцев и даже дольше. В жидком гелье они могут выжить около 8 часов, оживая при оттаивании. Нагрев до 60-65 градусов по Цельсию они выдерживают в течение 10 часов, а до 100 градусов по Цельсию в течение часа. Также тихоходки способны выдерживать давление около 6000 атмосфер, независимо от того, в какой среде они находятся. Удивительные факты об этих крошечных существах не заканчиваются. Тихоходки легко переносят космическое излучение и ультрафиолетовое облучение. Эксперименты показали, что даже при облучении радиации в 570 тысяч рентген, это около 50% тихоходок выживает, в то время как смертельная доза радиации для человека составляет всего лишь 500 рентген. Эти существа могут выдерживать экстремальные обезвоживания, сохраняя всего 1-2% воды от массы тела. Как только они попадают во влажную среду, они возвращаются к нормальной жизни. Почему же тогда тихоходки настолько выносливы? Этот вопрос волновал ученых на протяжении многих лет. А вот японские исследователи, секвенировав ДНК тихоходок, сделали удивительные открытия. Оказалось, у этих существ есть несколько уникальных защитных механизмов, основанных на особых белках. Один из них – DSUB – Damage Suppressor. Существенно снижает негативное влияние внешних факторов на ДНК. Этот белок защищает цепи ДНК, улучшая сопротивляемость к радиации. Исследование показало, что клетки человека, содержащие этот белок, становятся более устойчивыми к рентгеновскому излучению. Цепочки ДНК клеток при введении ЦУП повреждаются на 40% меньше. Исследования японских ученых открывают новые горизонты для медицины и космических исследований. Если бы мы могли интегрировать белок ЦУП в организм человека, это сделало бы нас более устойчивыми к радиации. Это особенно важно для космонавтов, которые сталкиваются с жестким космическим излучением. Интересные результаты также были получены по поводу генетического материала тихоходок. Оказалось, что у них всего 2% сторонних генов, полученных от других видов, что доказывает, что большая часть их уникальных способностей и есть результат эволюции. В заключении можно сказать следующее. Мы только что узнали, что тихоходки – это не просто крошечные существа, но настоящие супергерои природы, способные выживать в самых экстремальных условиях. Их удивительные способности могут вдохновить новые достижения в медицине. И самое главное – в космонавтике. Надеюсь, вам понравилось это путешествие в мир тихоходок. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. И оставайтесь с нами, чтобы узнать больше о чудесах природы. Не зря же канал называется «Чудные вещи». Канал про чудные вещи. Каждое новое открытие о тихоходках поражает своей удивительностью. И мы узнали, что они могут выживать в космосе, на глубине океанов и в самых суровых уголках Земли. Они пережили миллионы лет эволюции. И сегодня мы смогли прикоснуться к их миру. Наше исследование тихоходок еще раз подтвердило, насколько удивительна природа. Надеемся, что вам понравилось это приключение и вы узнали что-то новое о мире микроскопических супергероев. Еще раз, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставайтесь с нами. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok